Приветствую! Меня зовут Александр Беспалов и вы смотрите канал Беспалов Финанс. Здесь мы разбираем кейсы клиентов, рассказываем про новости, про международные отношения и международные финансы. Подпишитесь на YouTube-канал Беспалов Финанс, чтобы быть в курсе и не допускать серьезных ошибок по управлению капиталом. Поговорим о том, чем отличается ВНЖ от гражданства, от паспорта на этапе получения и использования. К нам очень часто приходят клиенты, которые спрашивают, что мне лучше выбрать в данном случае под мои задачи, достаточно ли мне будет получить ВНЖ или мне необходимо уже получать паспорт той или иной страны. Давайте поговорим об этом, разберем, какая ситуация сейчас с получением ВНЖ, гражданств и чем эти инструменты принципиально отличаются. Для начала разберем по этапам получения. Я буду обобщать немножко, хотя, конечно, нужно каждый кейс разбирать отдельно, каждую конкретную страну, каждую конкретную государственную программу, по которой вы получаете ВНЖ или гражданство. Но, тем не менее, есть общие моменты, которые можно осветить. Принципиально есть два сценария. Большинство ВНЖ получается, находясь на территории страны. То есть вам нужно получить, как правило, визу какую-то, долгосрочную, например, визу D того или иного типа, так называемую. Некоторые программы позволяют подаваться на ВНЖ уже с территории страны, хотя это достаточно редкая история. Вы приезжаете в страну, подаетесь на определенный тип разрешения на жительство ВНЖ временного. И дальше вы обязаны быть на территории страны, пока вам ВНЖ не выдадут. То есть вы должны дождаться одобрения, потом дождаться карточки ВНЖ самой. И только после этого, по сути, вы можете выезжать из страны. Чтобы было понимание, сейчас процессы, например, в Европе строятся таким образом, что саму карточку ВНЖ можно ждать и полгода, и в некоторых случаях даже больше. Все это время вы обязаны будете находиться на территории страны. Вы сможете находиться там легально. То есть с момента подачи на ВНЖ вы уже имеете полное право там дожидаться выдачи вам вида на жительство и, по сути, получить определенный ряд прав, которые позволят вам жить там, устраивать там детей в школу, открывать банковские счета иногда. Ну, с ограничениями, но тем не менее. То есть банки многие идут навстречу, что вы подались на ВНЖ, уже как бы запустили процедуру, можно вам там открыть счет, например, даже если они не открывают без вот этих процессов. Почему нужно обратить на это внимание? Потому что если рассматривать большинство программ получения паспорта по корням, через бизнес, через инвестиции и так далее, когда вы подаете на паспорт заявку тем или иным образом, вы не получаете автоматически право жизни в стране. То есть это не аналог ВНЖ. Сама подача на паспорт, собственно, ни к чему страну не обязывает. Она обязывает только рассмотреть вашу заявку и все. Жить на основании подачи на гражданство вы в этой стране не имеете права и, собственно, ничего там делать не имеете права только в рамках обычного виза в законодательстве. То есть надо приехать в следующий раз будет. Даже если вы на получение паспорта поедете, который вам уже формально одобрен, ну и предодобрен на принятие присяги, например, вам все равно придется заморачиваться визами, путешествием в эту страну и так далее. И если, например, она закроет визовое законодательство, вам будет очень сложно получить визу, да, там вы будете придумывать обходные пути, каким образом добраться до территории этой страны. С точки зрения ВНЖ в данном случае все проще. То есть вы хотите жить в стране, приехали, подали документы, все, вы живете. Все хорошо, вас никто не трогает, не выгонит, как правило. Кстати, по поводу выгонит или не выгонит. Вот здесь очень важный момент. Еще одно отличие ВНЖ уже не на этапе подачи, а на этапе использования документа. ВНЖ от паспорта отличается тем, что в 99,9% случаях паспорт аннулировать невозможно. Ну, исключения составляют какие моменты? Если вы совершаете тяжелые уголовные преступления и какие-то подобные нарушения, если у вас все в целом хорошо, то паспорт аннулировать нельзя. То есть это гражданство. Вы уже полноправный гражданин какой-то страны. А вот ВНЖ, по сути, можно аннулировать в любой момент при желании страны. То есть если поменялось законодательство каким-то образом, если поменялась политическая ситуация, могут как минимум не продлить ВНЖ. То, что мы сейчас наблюдаем, допустим, в той же Прибалтике по отношению к россиянам, там очень сложно стало даже продлевать ВНЖ, даже если вы там уже жили какое-то количество лет. Могут закрыться конкретные программы, как мы наблюдаем, например, с закрытием программ золотых виз, так называемых. То есть ВНЖ через инвестиции. В той же Португалии там постепенно сворачивается эта программа, в Испании, в Греции и так далее. Что-то еще работает. Но в основном это все сворачивается. И получается такая ситуация, что если вы говорите про стратегическое использование, конечно, паспорт гораздо лучше, потому что его уже никто не отберет. Вы гражданин страны, вы всегда можете приехать в эту страну. Вам не нужно его продлевать каждый год или каждые два-три года, как ВНЖ. Если говорить про базовый набор каких-то возможностей, например, там устроиться школу, детей устроить, садики, перевести семью, то, как правило, ВНЖ это позволяет сделать. Может быть, с некоторыми ограничениями. В зависимости от типа ВНЖ вы можете присоединять семью. Хотя некоторые основания получения ВНЖ этого не позволяют. Например, студенческие в некоторых странах не позволяют присоединять семью. Только параллельно можно запускать процесс. Наличие гражданства присоединить семью практически всегда позволяет тем или иным образом. Это не значит, что автоматически семья получает гражданство. Тоже зависит от страны и от конкретной программы. Но присоединить, например, на ВНЖ уже гораздо будет проще. То есть перевести к себе семью легче, чем имея просто ВНЖ. Что касается ведения бизнеса или тем более работы, тоже достаточно большая разница. Паспорт позволяет практически все ВНЖ в зависимости от основания получения ВНЖ. По многим визам, по многим ВНЖ вы не имеете права работать. Если вы получили студенческие ВНЖ, вы имеете право работать. В некоторых странах только ограниченное количество часов в неделю, потому что предполагается, что основное время вы тратите на учебу. Если вы получили ВНЖ как финансово независимый человек, то есть который имеет пассивный доход, вы не имеете права трудоустройства в данной стране. Если вы получили по бизнесу, то же самое вы в большинстве стран не имеете права на работу. И наоборот, если вы получили ВНЖ по работе, то вы обязаны подтверждать, что вы работаете в определенной компании, столько, сколько вы ВНЖ продлеваете. Если вы оттуда уволились, у вас аннулируется ВНЖ, то есть вы его не продлите. Вас попросят, так сказать, за дверь. Вот такие нюансы. По паспорту все проще. Если вы имеете паспорт какой-то конкретной страны, вы можете там работать, вести бизнес, регистрировать компании, трудоустраиваться там кому угодно, либо ничего, собственно говоря, не делать. У вас все эти возможности есть. С другой стороны, ВНЖ, которое вы получили, не накладывает некоторых элементов ответственности, в отличие от паспорта. Например, воинская обязанность у вас не возникает, если вы получили ВНЖ в ту или иную страну. А если вы получили гражданство, и вам нет еще определенного возраста, в зависимости от конкретной страны, вас теоретически, если государственные программы таким образом там написаны, могут призвать, ну там как минимум поставить на воинский учет, как максимум призвать в армию. Хотя очень многие страны сейчас для именно новополучивших паспорт новых граждан отменяют эти сферы ответственности, говорят о том, что не нужно будет служить, не нужно будет призываться. Но тем не менее этот вопрос тоже стоит изучить. И стоит упомянуть еще немаловажные вопросы. Это заключение браков и наследование имущества. Опять-таки с паспортом у вас будет больше ответственности в рамках какой-то страны. Заключить брак, как правило, вы можете и имея ВНЖ, и изредка даже и не имея ВНЖ на территории какой-то страны. Вы сможете там через консульство это сделать, например. Если говорить про раздел имущества, развод, наследование, то для этого всего уже необходим паспорт, если соблюдать законы той страны, в которой вы вот таким образом юридически оформились. И немаловажный для многих вопрос – это социальная защита, медицина и так далее. К большинству опций по ВНЖ вы получите доступ, но если говорить про полный пакет социальных услуг, которые именно для граждан организует страна, там от пенсии до каких-то социальных программ поддержки и так далее, то это уже, конечно, только имея паспорт можно это все получить. Почему это важно? Если вы выбираете центром жизни эту страну, например, в Евросоюзе вы выбираете условную Германию, понятно, там очень большие социальные программы, очень много поддержки, там льгот и так далее, и так далее. Некоторые страны доплачивают своим гражданам за какие-то вещи. Ну, как вот в России есть материальная помощь различного рода, там по рождению ребенка и так далее. Точно такие же программы есть и в других странах. Поэтому выбирая ту или иную страну, тот или иной инструмент, надо об этом тоже задуматься. По ВНЖ вы, конечно, этого не получите. Имея паспорт страны, вы будете претендовать уже на полный пакет социальной поддержки. Можно рассмотреть такой вариант, чтобы запустить обе процедуры сразу. Если есть какая-то программа, которая позволяет вам ускоренно получить паспорт, вы можете запустить этот процесс и параллельно, например, запустить процесс получения ВНЖ. Во многих странах это даже ускоряет получение паспорта. То есть если у вас есть ВНЖ, то можно сократить сроки ожидания по какой-то из программ. По ВНЖ вы живете, ждете паспорта, потом получаете паспорт, уже вам ВНЖ продлевать не надо, все хорошо, становитесь гражданином страны. Это тоже достаточно интересная технология. Не во всех странах ее можно прям так сделать, но тем не менее можно. Для вашего удобства в наш телеграм-канал Беспалофинанс мы выложили табличку сравнения ВНЖ и паспорта как инструментов. Ссылка на конкретный пост с этой табличкой есть в описании к этому видео. Приходите, подписывайтесь, смотрите материалы. Мы надеемся, что это будет полезно.